Как вы считаете, изменилось ли отношение у заказчиков к решениям класса DLP? Вы, как компания-вендор, наверняка эти изменения ощутили на себе. Расскажите о них. Ситуация, безусловно, изменилась. Изменились и запросы наших заказчиков. Как я люблю говорить, наша компания растет вместе с нашими заказчиками. Фактически они сейчас потихоньку начинают перерастать свою должность просто офицера информационной безопасности. И скорее они эволюционируют в сторону бизнес-партнера. И сейчас помогают уже смежным подразделениям решать их задачи с точки зрения той информации, которую собирают с помощью их средств. И это с одной стороны. А с другой стороны, мы сейчас наблюдаем просто взрыв технологический такой со стороны мессенджеров, коммуникаторов, которые начали использовать наши клиенты. И это создает нам определенные трудности. Тем не менее, мы как компания смогли мобилизоваться и выпустить технологию, которую мы называем Application Monitoring. Это способ взять под контроль за очень короткий промежуток времени любое произвольное приложение. В том числе, у нас были успешные кейсы внедрения, взятия под контроль системы электронного документа оборота. И в целом, вот эта новая технология Application Monitoring, она парировала вот этот вызов со стороны рынка, где потребовалось контролировать сразу много мессенджеров. Какие векторы развития сейчас видит для себя компания InfoWatch? Мы сейчас понимаем, что технологии становятся все сложнее, они становятся умнее. Это с одной стороны. С другой стороны, для того, чтобы они эффективно работали, нужна очень такая внимательная настройка. Это с одной стороны. С другой стороны, мы понимаем, что с безопасниками их же собственные коллеги не всегда делятся документами, которые секретные, которыми нужно следить. И вот мы сейчас, как вендор, сфокусированы на том, чтобы поставить рынку технологию, которая позволяет очень быстро охватить большой пласт информации внутри компании. Это даже без участия владельцев этой информации. Эту информацию классифицировать и в соответствии с ней сгенерировать настройки, которые будут работать специально у нашего клиента. Что бизнесу нужно сегодня? Мониторить, предотвращать утечки? Как мы понимаем, два разных варианта ответа. Или следить, контролировать сотрудников и отслеживать настроение в коллективе? Я бы ответил, наверное, даже четвертым способом – это обучать. Потому что большинство утечек случаются не потому, что сотрудник, там, злоумышленник такой серьезный, который решил навредить своей компании, утащить информацию, а потому что он просто бывает небрежным. И обучение, развитие грамотности информационной безопасности ваших сотрудников – это достаточно большая и полезная история. И поэтому я бы, отвечая на ваш вопрос, сказал следующее. В первую очередь нужно мониторить, во вторую очередь обучать, третье – это уже привилегия, это блокировка. Если вы хотите, у вас есть ресурсы, возможности, да, можно блокировать. Ну а по поводу контроля рабочего времени, мне кажется, современный мир, особенно люди, вовлеченные работой с информацией, они не нуждаются в контроле за собой, особенно рабочих часов. Как-то традиционно так сложилось, что обычно DLP никогда не ставили в разрыв, да, вот то, что мы говорим, там, блокировать. Всегда это просто функция мониторинга. Вот сейчас эта ситуация как-то изменилась или все равно по большей части DLP ставится как средство мониторинга, но не prevention вот того самого? Все дело в том, что установка системы в разрыв – это привилегия. Почему? Потому что она требует высоких вычислительных ресурсов. Куда нужны эти ресурсы? Для того, чтобы решение принимать быстро, а иначе вы будете замедлять работу. Поэтому, если у вас есть ресурсы, ставьте в разрыв, не беспокойтесь, оно хорошо и работает, но для этого нужны мощности. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!